Ефросиньевские чтения традиционно проходят на базе восьмой библиотеки. Всё потому, что она носит имя белорусской святой Ефросиньи Полоцкой. Ежегодно здесь собираются любители истории родного края и языка. На этот раз темой обсуждения стал Бобруйск и его люди. Спикеры рассказали о личностях, которые внесли вклад в культурное развитие города и страны. Бобруйск вельми богат на цикавых особ. И так как у нас вельми худко день библиотек, мы святили так само и людей, цикавых, которые были, связаны с библиотечной справой. Вот тоже Симановский и Юлия Восьпонова Бибила. Это люди, которые для всей нашей краины заработали великий уносок у развития библиотеки. Не только для города Бобруйска. Чтения не обошлись без торжественности. Здесь чествовали бобруйского писателя Николая Давидовича, который недавно отметил 70-летие. За добросовестный и плодотворный труд, личный вклад в развитие литературы Могилевщины ему вручили почетную грамоту Главного управления по идеологической работе и по делам молодежи Могилевского облсполкома. Лауреат премии Союза журналистов Беларуси «Золотое перо» презентовал слушателям свою книгу «Подрезанное крыло». Это библиотека единственная в городе, где есть богатый фонд фоксимильных изданий книжных памятников со всего мира. Здесь хранятся Туровская, Слуцкая Евангелие, Житие Фросини Полоцкой, Творение Франциска Скорины и 400-летние буквари. У нас еще есть первое видание «Анки Купалы», «Фоксимильные», вот такие годы друковались, Максима Богдановича. Ну, достатково, и они, вот, например, Слуцкая Евангелие, она навсегда свечена церковью, верники, которые приходят на нас в библиотеку, они подходят и на святыню глядят на это видание. Разнообразие литературы привлекает внимание читателей, которых здесь насчитывается около трех тысяч. К примеру, бобрычанин Павел Лукьянов прочитал все интересующие книги библиотеки имени Пушкина, а теперь за новинками приходит сюда. Любит читать детективы российских авторов. Признается, гаджетами хоть и пользуется, но бумажный вариант книг ему все же роднее. Вот, как говорят, ты возьми в интернете, открой там, ну, по телефону читай. Для этого я вообще не понимаю гортать и читать. Книгу взял, почитал, совсем другое дело. Много все как-то, живешь с ней. Нужно сказать, что сегодня библиотеки идут в ногу со временем. Они становятся интерактивными, оцифровывая свои фонды и сотрудничая с другими библиотеками через интернет. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.